По легенде в 12.02 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в холле на первом этаже школы номер 10. В образовательном учреждении сразу же началась эвакуация. Педагоги приняли все необходимые меры, чтобы быстро вывести детей из здания. Эвакуационных выходов 5. Через них дети выходили. Все учителя знают, какие номера выходов имеет каждый кабинет. Учителя работали слаженно, организованно, без паники. Уже через полторы минуты к школе прибыло два пожарных расчета. Огнеборцы приступили к тушению огня, а эвакуация детей продолжалась. В числе первых образовательное учреждение покинули ученики начальных классов, так как их кабинеты располагаются на первом этаже. Затем старшеклассники. Преподавательский состав сработал своевременно. В данный момент происходит подсчет детей по результатам эвакуации. Тренировочная эвакуация прошла успешно. Грамотные и четкие действия педагогов и отработанные навыки ребят помогли уложиться во временной норматив. За 9 минут здание покинуло 1800 человек. Важно знать, что не паниковать и вовремя выйти со школы и не потеряться коллектива. А у нас сегодня все хорошо было, все вышли дружно. В рамках учения школьникам продемонстрировали и пожарную технику. Особенно ребят впечатлил автомобиль АЛ-44, который предназначен не только для доставки пожарного расчета к объекту, а также подъема спасателей на верхние этажи здания для эвакуации людей. Многие сегодня интересовались, как профессия. Наверняка задумывались о том, чтобы, может быть, в будущем работать. Как трудно, не трудно. Вкратце сказал, что работа как работа. А самые любопытные ребята примерили на себя пожарную экипировку, в которой спасатели выходят на тушение огня. Первый раз делал этот костюм. Он очень тяжелый, но теплый. И, конечно, мальчишки не упустили возможности забраться в кабину пожарной машины. Оказывается, водить такой автомобиль не так просто. Спасибо. Скажи, какие ощущения? Классные, там много кнопок, и как же надо знать. Начиная с сентября такие учения прошли уже во многих школах города и района. Их сценарии могут быть разными, говорят специалисты. Но главная цель одна – отработать взаимодействие сотрудников экстренных служб и педагогов, чтобы в случае реального пожара действовать быстро и грамотно. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.